Проблема с материалами в блокаде – это вообще вот так все – кинохроника, фотохроника, предметы, дневники и так далее. То есть, с одной стороны, есть обманчивое впечатление, что материалов много. Любые учреждения, культуры, не культуры, промышленные заводы, пароходы хранят архивы, связанные с блокадой. Ну, самый простой пример – материалы по эвакуации Академии художества, они более точные в архиве Академии художеств, чем в государственном архиве. Но никогда не было системы научно-исследовательского центра, которая бы все это аккумулировала, собирала, аннотировала и так далее. То есть, получается, что мест рассказов много, но рассказов мы можем какие-то кусочки. У нас есть два варианта развития. Значит, мы все благополучно выстроим это здание. Вопрос в том, что в условиях конкурса, даже это прописано, это ничего не мешает развивать судебную работу. Второй вариант – неблагополучный. Все это схлопывается через год. Соответственно, мы сейчас должны воспользоваться ситуацией и максимально собрать базу данных, проекции, подписать программу и так далее. Значит, говорит про развитие свиного городка. Если сейчас, вот в мое личное убеждение, хотя, наверное, я как это все-таки считаю, что он государственным служащим или кем-то сотрудник музея, да? То есть, может быть, это не очень кому корректно, да? Вопрос в том, что если мы сейчас будем говорить, Левашовский хлебозавод, есть много всяких мест, да, там соленой. Вот мы еще отодвинем это. Вопрос в том, что у меня работают три инвалида, да, в музее. У меня коллекция 52 тысячи экспонатов, из которых они не описаны, они хранятся в подвале, который заражен всеми грибками, какие только могут быть. И, соответственно, мы просто это все потеряли. То есть, вопрос, потому что нам кажется, что есть очень много мест в блокаде. Но вопрос в том, что сейчас происходит. Около двухсот школьных музеев рассказывают о блокаде. Вы знаете эти истории со школьными музеями, да? Меняется директор, коллекция оказывается на улице. Это тоже задача будущего музея. У меня нет штата, чтобы это сделать. Уходит поколение блокадников. Хоть что-то можно еще собрать, то, если мы хотим говорить о русской истории, об унинах или еще о чем-то. Хоть какие-то воспоминания еще собрать, еще воспользоваться. И вот есть много еще каких-то вот таких аргументов, которые за то, что... Вы знаете, сейчас есть такая благополучная ситуация. Ну, условно, благополучная. Шанс. Шанс, да? Сейчас выделены деньги на строительство, на проектирование, на строительство и на создание вот этого института памяти. Вот вы посмотрите, если вы возьмете журналистские статьи вот два-три года назад, где говорили о том, что строят только экспозицию. А в декабре месяца прошлого года стали говорить, а мы строим институт памяти, а мы строим суднохраняющие. То есть, ну, как-то все-таки это пробивается потихонечку. Просто, ну, как-то партирует так.